Ну что, друзья, каникулы закончены. Три недели прошло, вроде бы, три часа каникулы, или как мы называем, отпуск, да. Да-да, у меня был семейный отъезд. И, ну что, мы по-прежнему, да, внудряемся в политику. Я вот с работы шел, и от 50-го ваши коменты уже такие старенькие, они уже, но все равно очень серьезные, очень важные. Кстати, видите, да, мой сын смеялся, когда я пострик, там пробрил голову. Ну что, я здесь нашел хорошие, очень сильные комменты, вопросы. Также я ожидал от некоторых с вас конкретно ответить на мои вопросы, но так вы не ответили. Я вот отпечатал, но, наверное, самый главный вопрос я не вижу, наверное, я не отпечатал именно тот. По-моему, это был Владимир Данилюк, по-моему, ты был. Ты спросил о сатане или шайтане. Сатана, шайтана, это то же самое, да. Ты в таком плане, я вот не вижу сейчас, ты спросил, что почему в таком плане, что Бог, почему Бог разрешает существовать шайтану, что Бог, о чем получается, не всесилен, что он шайтана не может одолеть, да. В таком плане я понял, я правильно понял твой вопрос. Это не дословно, конечно, но так я понимаю. Поэтому ты, если можешь, пожалуйста, снова приведи свой вопрос. Вы именно этот вопрос, сформулируй его снова, мы ответим. А также всех остальных, кто участвует в нашей полемике, пожалуйста, тоже скажите свое мнение, свое понятие. когда вы увидите вопрос, по-моему, Данилюк, да, его вопрос, попытайтесь тоже ответить, и потом мы подытожим по этому поводу. Это очень сильный вопрос. Так же я имел полемику с Константином Молчановым, и я попросил его ответить на вопрос, о том, что он делал, когда он услышал он и его тогда священники, его церковь, что они конкретно сделали, когда они услышали, были новости, страшные новости, что католические священники занимались насилованием и моральным разложением мальчиков, которые служат при алтаре, алтарные мальчики, так называемые. И я тоже смотрю, по-моему, ты ответил, но твой ответ был очень такой, ну, не то, что я бы сказал, был клончивый, но слишком общий, ничего конкретного. Я тебя спросил конкретно ответить на вопрос, а ты сказал, в общем, что вот я хочу, ну, что такое я не могу найти, слишком много вопросов, да? Да-да, вот нашел. Это как раз-таки было в католической церкви. Православной вроде не было таких, в случае любой нормальный человек, неважно, священник это или мула, осудит такое страшное преступление против детей. Спасибо за ответ, но это не конкретный. Я спросил тебя конкретно, что ты лично по этому поводу сделал, или твой священник, с которым ты общаешься, или твоя церковь. А ты ответил очень в общем. Ну, да-да, это в общем, да, правильно, но я тебя спросил конкретно. Значит, я не христианин, я не католический, не православный, но все же я, когда я это услышал, я был очень возмущен. И я лично, что я могу сделать? Лично я поднимал вопрос с теми людьми, которые не знаю, те, которые, ну, состоят в христианстве. Один из них очень сильный парень. Он покойный уже, ну, два года назад тому умер. Он был военнопленным во время Корейской войны. Он привел три года в плену в Северном Корее. И он сам американец, но корни у него итальянские, то есть он настоящий католический. христианин. И я с ним встретился, и я спросил этот вопрос, что ты об этом думаешь. Он был очень возмущен, очень огорчен этим. И он сказал, что он в своей церкви это тоже обсуждал, в католической церкви, и что они выразили церковь его, все прихожане выразили протест. И негодование по этому поводу они Папе Римскому это направили. То есть что-то было сделано, да? И хотя он сам говорит, слава Аллаху или слава Богу, то, что его церковь не такая. И если его священник, он совсем другого пошиба человеку, и он сказал, что его вера это не пошатнуло, но это его оскорбило лично, и что они подали, значит, прощение человеку, но так как я сказал, что это политическая, значит, воля за этим стоит, и это очень быстро прикрыли. Лично я с ним вот так вот поговорил, то есть я что-то предпринял, какие-то шаги я лично сделал, хотя я не христианин, ни в той, ни в другой вере, в смысле религии. Конечно, почему это случилось, это не значит, что я... Я не говорю, что все католические священники или в этом участвуют. Почему это случилось, причина, потому что католическая церковь у них есть. Постулат, что значит священники должны следовать Христу до того, чтобы быть, типа, ну, не жениться. То есть католические священники, они не женятся. У них нету такого предписания не жениться, чтобы быть поближе, так сказать, к Христу. Я считаю, что это неправильно. Нельзя уподобляться Христу. Ты не сможешь хоть какое-то качество Христа, как человека и как пророка сильнейшее. Он... Три главных, да, чтобы быть... Сочетание, чтобы быть, как Христос, это умным, прозорливым. Так же благородным и смелым. Немногие люди это могут делать. Эти три или четыре качества. Это очень редко, что такое у человека сочетается. Есть умные, но не очень хитрые, в смысле не очень... мудрые и не очень смелые, да. Так что, молча, нам я... Что хочу сказать, что... И ты говоришь... Православной вере таких, вроде бы, случаев не было. Православное христианство, особенно русское, я не говорю о православии греческом. Это совершенно другого пошиба православия. Совершенно другого. И религия там другая, и вера другая. Вера в смысле одна, но я имею в виду глубина веры другая. А вот... Православной, значит, русской... Их страшное преступление против верующих людей, то, что они никогда не выступали против рабства, которое существовало много столетий. Значит, христианство православное, когда оно организовалось в 988 году, как это произошло, когда русский царь хотел улучшить их, чтобы они служили им улучши, да, человечеству. Потому что они погаными были, то есть язычниками. Они были, ну, непокорные. А он хотел их покорить. И вот он их с силой загнал в Днепр баптизировать или окрестить их. И то, что с силой делается, все то имеет. Это шиворот на выворот получается. И вот эта религия, да, православная у славян, это все шиворот на выворот. До сих пор оно идет. И главное прегрешение, как ты сказал, для преступления, это то, что православные священники, они никогда не выступили против рабства. Значит, тот, кто не знает, тот, кто с вас здесь, значит, мне перечил к тем, говорил, что у вас нету рабства. Значит, крепостное право, это то же самое рабство. Причем оно еще хуже, чем рабство, которое было в Америке или в других странах, потому что в Америке были белые люди, которые порабощали черных, да. Казалось бы, они и на низшем, низшего сословия, низшего качества. Это еще, это нельзя оправдать, но можно объяснить. А в России и в Украине, кстати, новость в основном, это в России. И там крепостное право или рабство, это тоже самое рабство было, то среди людей того же сословия. Хуже не бывает. Оно в 1861 году, русский царь, когда церковь спала на этом, она никогда, было много столетий до того, до 1861 года, чтобы главный священник подошел к царю и сказал, хватит, больше не делай рабство. Отныне рабство. Крепостное право, да, это тоже рабство. Никакой, ни одному священнику в голову это не пришло. То есть, веры там нету как таковой. Если была бы вера настоящая среди священников и других, да, священник нашел сюда и сказал бы царю, хватит, баста, довольно, больше не надо. Но прошло много столетий, очень много, чересчур много. Наконец дошло до 1861 года, когда в Америке люди забастовали против рабства, причем не черные, а белые люди сами сказали баста. И они устроили войну. Это была гражданская война. Север против юга. Северные были против рабства, белые люди. а южане были, южные штаты были за рабство. И вот они воевали за черных людей. Черные люди сами не воевали, они были на очень низком уровне, чтобы воевать, участвовать в этом. и вот, слава Аллаху, да, черные смыслы. люди из севера, они выиграли эту битву. И очень сильный президент был Аврагам Линкольн. Он был против рабства, он возглавил эту бойню. И гражданская война, как всякая война, гражданская, гражданские войны, это самые жестокие войны. В России была гражданская война в 17-18-19-м годах, да, прошлого столетия. Это самая жестокая война, потому что это можно понять, когда одна нация идет против другой нации, да, там можно понять, или нельзя оправдать, но понять можно. Там Гитлер напал на Советский Союз и на другие страны. Неоправдание, но можно понять. А когда внутри страны, когда в одной нации люди, соседи убивают друг друга, это самая жестокая бойня. И вот, значит, все северяне выиграли, да, и вот когда она только началась, эта война, царь увидел это, он был в ужасе, он сказал, все, а то оно и к нам придет. И он тут же выпустил декрет и упразднил крепостное право, рабство. но это было только формально. На самом деле это рабство, оно никогда не кончилось. Оно продолжается до сих пор. Я что еще хочу сказать? не могу найти сейчас о шайтане, о сатане. Значит, многие, в том числе священники в православии и в да, и в исламе, и в католицизме говорят, что они вам дают такое, что сатана или шайтан это какое-то сверхъестественное существо, да, которое ну, в том же мире, где Бог, только с другой стороны, да, он творит воплощение зла. И то, что, по-моему, ты намекнул и сказал, многие люди об этом спрашивают, а те особенно кафиры или так называемые ну, атеисты, да, что если Бога нету, потому что одно из, значит, доказательств, что Бог или Создатель если бы он был бы, то есть он сильен и нах достаточно, чтобы победить или уничтожить сатану или шайтана или почему он не уничтожает, значит, он нас не любит. И вот таким предлогом, да, у людей, которые веры нету, или эти, которые вообще против веры, да, значит, кафиры или ну, так называемая атеисты, да, что Бога нету, если он не может победить сатану. Так вот, я вам скажу, что сатана это не сверхъестественное существо, это не то, которое существует в том же мире или в параллельном мире от Бога. Сатана живет среди нас. Люди превращаются в сатану. И их зачастую они приходят в бытие, они приходят там и они орудуют и властвуют там, где нету не религии, а веры, где слабая вера. И первый сатана, который я могу упомянуть, он не был бы первый, но он один из главных. Это был Николо Маккиавелли, звали его человек, который жил полтысячи лет тому назад. Маккиавелли. И есть люди, которых называют маккиавелисты. Почему он сатана? Ну, кто не знает, да, посмотрите его, есть его портреты, кстати, он был человек, настоящий человек. Да, нанес. был настоящий человек, который жил, он итальянец был, виталий жил. И и он был, ну, он был политикан, и он был чиновник. Он написал книгу, называется «Принц». «Эта книга это руководство всем власть предержащим политиканам, как гнобить своих собственных людей. и вот уже полтысячи лет эта книга, это настольная книга для всех политиканов. Не имеет значения это наши или ваши. Ваши говорят нам, вам говорят политиканы, о, там в Америке политиканы плохие, да, а в Америке они говорят про русских, там, о, там плохие, да, убийцы. они все как близнецы братья политиканы, не имеет значения какая страна. Они все макиявелисты, они все шайтанисты, они все читают эту книгу, они все учатся у макиявели, у сатаны, как гнобить людей, как порабощать людей. И многие из вас не знают, но даже Сталин, тот самый Сталин, там кто-то говорил стыдливо, что он такие, для такие книги читал, что он якобы Библию почитывал. Ну да, он был священник, ведь он в семинаре учился на священника, и вот он священник, он шайтанист, он тоже читал эту книгу, эта книга была найдена у него, это была настольная книга Сталина, и он ее читал, он даже пометки на полях делал, выписки, да, да, то есть он штудировал правила, как положено, штудировал книгу сатаны, сатанинство, это был первый сатана, а другой сатана, я уже говорил, шайтан, родился в определенном году, он немножко старше Ленина, и он должен был быть нормальным человеком, но он стал сатаной, это он, это именно он сотворил первую мировую войну, он очень хитро ее сотворил, он не сам, он позаимствовал эту идею от других шайтановцев, их было трое или четверо людей, всего один из них был Роудс, так называемый, Роудс фамилия у него, он был магнат, тот, который жемчужины торговал, жемчужинами в Южной Африке, он был англо-саксон, и вот он сказал, вот как бы войнушку затеять, чтобы усилить нашу, потому что тогда Англия была в плохом состоянии экономически, усилить экономическое состояние, как нажиться на войне, но он сам только об этом балагурил, он был богатым человеком, а тот человек, который шайтаном стал потом, и один из вас Бабич угадал его имя, да-да, это Винстон Черчилль, он должен был бы стать нормальным человеком, но родители у него приложили к тому усилия, чтобы он стал шайтаном, и он в 1909 году нашел козла отпущения, уже тогда узнал, на кого свернуть, значит, вину за войну, он сам ее творит, да, но нашел виноват человека, на которого можно сделать козлом отпущения, это кайзер, германский кайзер Вильгельм, это пришло ему в голову в 1909 году, и он потом, вскоре после этого, он был уже тогда на малой должности в английском, значит, парламенте, и он выступил перед парламентом, была, значит, проблема та, что, значит, Англия экономически страдала, он говорит, это очень легко исправить, мы должны свести на войну германцев и французов, да, французы проиграют в течение двух месяцев, сказал, примерно, двух, два или три месяца, потому что Франция слабая страна, а германцы выиграют, но они будут обескровлены в этой войне, все нам, что тогда останется войти в эту войну, типа, отомстить за Францию, за дружественную страну, и добить немцев, таким образом мы отделаемся от двух соперников, да, главных соперников экономических, на него эти посмотрели британские представители как на сумасшедшего, и вот тогда уже надо было его сажать в психушку, но об этом они не подумали, что это возможно. Эй, как вы? Как вы? Нет, нет, я, 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 все, you got me, thank you. Модила говорит, ты русский, да, выдал меня. Ну, что мы скажем? Значит, это и он, потом, и, он начал все вести войне, он очень хитро это делал. И уже, когда все по ней подходило уже, ну, было много, он, главное, что он подкупил газетенки, которые до того времени, германская, я уже вам говорил об этом, английская, нации, они были дружественные, очень дружественные. и там даже царица их, Виктория, в Британии, она была замужем за, за, альбертом, который был сам германец, ну, принц из Германии, который даже по-английски плохо говорил. то есть, там были все, родство даже было. Но он так хитро это устроил, что он начал там, ну, враждебность развивать, и потом был там конфликт небольшой, военный, но не конфликт, а противостояние. и надо было поджечь, да, ну, то есть, керосин уже был пролит, надо было поджечь спичку. А спичку он не хотел делать, чтобы потом его не обвинили, вот какой ушлый, да, шайтан. Он позвонил русскому царю, Николаю Второму, говорит, почему тебе не объявить мобилизацию русской армии? Русский царь был умный человек, но он был слабовольный. Он говорит, хорошо, и объявил русскую мобилизацию. А по этому старому договору, которому уже было то ли 30 лет, то ли, ну, Антантово, это, значит, там написано мелким шрифтом, как сейчас тоже многие мошенники делают, мелким шрифтом пишут условия драконовские, да, а там тоже было написано, что объявление мобилизации, это равноценно объявлению войны. и вот он это сделал, русский царь объявил это, и весь мир встрепенулся от этого. И когда кайзер Вильгином, он был на каникулах, там где-то на, в Киле, по-моему, город Килль, на Балтийском море, когда ему тебе грамму принесли, что мобилизацию объявил русский чарик, он сказал, Ники, Ники, что ж ты наделал? Он тоже был, они двоюродные братья были, то есть шайтанство туда, в Россию прошло с легкой руки русского царя, и вошла туда, война вспыхнула тут же, в течение четырех дней, настоящая война. И вот как шайтан правил. И это не какой-то сфер естественный, это человек, конкретный человек, шайтан. и значит, мы уже говорили, да, вера, я не говорю о религии, я говорю о вере, значит, Создатель нам дал тело и сознание. Так вот, где шайтан берется от паскудного сознания? Этот парнишка, который был маленьким еще, Винстон Чарчик, он должен был бы быть хорошим парнем, но его сознание пошло в противоположную сторону. Вот мы сейчас опять о вере подходим очень близко, но еще не полностью говорим. В чем красота веры? Мы свободны. Наше тело не свободно, оно имеет очень много ограничений тела, оно лимитировано. Мы не можем так быстро бегать, как лань, да, и у нас нету таких зубов, чтобы перебурить горло, да, как у тигра. Наше тело бренно, наше тело слабое, оно ограничено, свободы мало в теле, а вот сознание наше, оно безгранично, оно свободно. Так вот, нам создатель даровал сознание свободу, он подарил нам это свободу, он подарил нам свободу с нашим сознанием, и он не управляет нашим сознанием. каждый конкретный человек управляет сознанием, то, что где-то, внутри, твое личное сознание, это от тебя зависит, как ты свое сознание повернешь. Так вот, шайтаны возникают от свободы, да, которые неправильно эту свободу трактуют, неправильно ее используют. создатель нам дал это сознание, что мы были свободными. Это среди нас находятся такие, которые поворачивают на 180 градусов, да, и от гармонии, гармония, это что, мир, гармония, да, получается война и шайтанство. Я немножко объяснил больше, да, откуда, почему создатель не воюет. Он создал нас и наше создание, и наше сознание. Это уже от нас зависит, как мы наше сознание поворачиваем. Вот у Черчилля был шанс пойти туда или туда, он стал шайтаном. Макеавелли он тоже мог быть и туда, и туда, но он стал шайтаном. Он соорудил целую школу шайтанства. И все они политиканы власть придержащие учатся у шайтана. Теперь ты говоришь, да? Вроде бы это не было у православных, да? Что случилось там в России? Царь, он понял, что он сотворил, что он на шайтана сыграл. Он отказался от престола, отрекся от престола. Представляете, это раносельное самоубийство. он знает, кто он, да? Но он знает, что он сотворил. Он отрекся от престола. Туда пришло временное правительство. Они, я не могу сказать, что они были стопроцентные шайтаны. Они никакие были. Они были как вакуум. Они не знали, что они делали. Но потом вскоре, в октябре, когда царь отказался от престола, он был в марте 1917 года. И всего каких-то полгода были временные. Керенский постарал это правительство. И потом большевики пришли и сказали кто здесь временное правительство. Ваше время оконишь. Давай мандаты. И все. И они это называли, что это была революция. Это не была революцией. Там революция совершенно другое. Революция была в Америке за больше почти 200 лет тому назад. До того это была настоящая революция, когда преподал мне значит Джордж Вашингтон и значит Джефферсон и Фрампин и Недисон и Адамс. Это пятерка очень сильных революционеров. Они сотворили революцию. Это была настоящая революция. В России в 17 году революции не было. Это было просто захват власти это было как ну как сказать это даже не переворотом нельзя назвать власть валялись в грызи. Они просто пошли и подняли большевики. Они назвали это они присвоили себе завоевание шайтана как как они сказали в своем гимне мы старый мир до основания разрушен разрушен разрушили и построили новый они врут они не разрушили ничего он уже был разрушен шайтан разрушил Россию потому что первая мировая война разрушила Россию не большевики они только присвоили завоевание шайтана то есть они стали преемниками шайтана они все шайтановцы вы понимаете о чем я говорю все они были шайтановцами они сейчас коммунисты большевики они играли на шайтана они все шайтановцы и тот же значит значит Сталин он шайтановец получил книгу первого шайтана еще Макеавелли который называется я повторяю чтобы это не говорили что я не вроде говорил вот так вот так что единственное что против шайтана и в церкви тоже есть шайтан и в православной и в значит католической единственное кто возмутился и восстал против шайтанства в церкви и то что делали вот эти которые из себя изображают Христа значит те что насиловали детей это тоже шайтановцы великий человек нашелся Лютер Мартин Лютер тоже полтысячи лет тому назад он возмутился он был умный смелый и благородный человек он был теологом тоже он был теолог он был профессор и умный человек и в то же самое время не как там другие профессора он был смелый и благородный что такое в чем благородство в том что он делает ради людей безвозмездно 500 лет тому назад это значит Папа Римский и вся эта свора этих значит так называемых христиан которые католические они еще жгли людей инакомыслящих на кострах то есть этот человек Мартин Лютер Лютер он рисковал жизнью рисковал тем что его сожгут на костре точно так как сожгли немножко раньше до него Жану Дарк ее трижды сжигали на костре потому что кусочки тела еще были давно сожженные вот так они поступали эти шайтаны которые себя называли христианами они до сих пор себя называют христианами и Мартин Лютер он имел шанс был сожженным тоже но он был умным кроме того что был умным он был и мудрым он был смелым человеком и он вопротивился и Папа Ринский тут же его значит отрек от церкви представляете у него было 14 постулатов которые он сказал чтобы они изменили в том числе чтобы они упразднили вот этот постулат что якобы священники значит эти католические должны быть приравниться к Христу чтобы не жениться он сказал что это должно быть упразднено и он рисковал жизнь по большому счету и он это он сотворил лютеранство или протестантизм протест против этого засили шайтана и вот он сотворил протестантизм и если люди живут хорошо на три уровня выше это там где протестантство преобладает это это и в Англии это и во всех странах Прибалтики я имею ввиду балтийские страны те которые Швеция и Германия да да значит лютер был германец он был немец тефтонец и значит